Моя большая мечта построить дом и жить за городом. Но мне это все только предстоит. А сегодня мы в гостях у человека, который уже все это делает, добивается больших успехов, несмотря на свою инвалидность. Это Сергей Семайкин. Пойдемте знакомиться. Многие дети, которые начали ходить на занятия, они пошли. То есть до этого они не ходили. Сегодня наши дети получают золотые медали на международных соревнованиях. Разве это не чудо? Бог оставил на земле для того, чтобы кого-то других тянул за собой, кому-то показывал, рассказывал и уже не принадлежал себе. Вот нюповер шара. Фокусов не бывает. Бывают простые наработки. Те ребята, которые говорят, что как-то недоступная среда. Конечно, тяжело. Не всем это дается. Но надо делать своими руками все и уходить от того, чтобы ты как можно меньше зависел от кого-то. Мир подстраивать под себя. Да. Сергей, привет. Приветствую. Спасибо, что нас пригласил к себе в гости. Я прошелся по твоим хоромам. Но первое, что мне накинулось в глаза, это такое количество медалей. Я действительно впервые вижу столько медалей одного человека, собранные в одном месте. Расскажи немножко, за что они, когда они получены и на каком протяжении времени вообще? Ну, эти медали только с спорта, когда я получил травму. То есть это спорт пода. То есть они имеют историю с города Хабаровска. То есть еще собирал, оттуда выступал на соревнованиях по разным видам спорта. То есть плавание, авторалии, гонки на колясках, там, и все, что... Пулевая стрельба, жим штанги лежа. И все, что можно было, везде участвовал и принимал участие. Поэтому вот они потихонечку зарождались. А в последующем, когда я уже переехал в Москву, уже выступал сначала за Московскую область, потом за город Москву как спортсмен, ну и вот он получился, маленький комплект. Невозможно сказать, что где приоритеты, тогда, когда надо включиться в процесс спорта какого-то вида. То есть переключаешься, усиливаешь направление и выступаешь. Несмотря на все это, я мастер спорта по легкой атлетике. Вот так вот. Толкание ядра, да. То есть пришел с первого раза, толкнул мастера спорта, выполнил. Ну и даже несмотря на это, такой спортсмен оказался не сильно востревован. То есть так вот. Ну поэтому я чуть-чуть ушел опять дальше в пара карате занимался. Ну вот да, да, кстати, вот пара карате, это очень такой интересный момент, как вот, ну казалось бы, ты передвигаешься на коляске, и ко всему, что ты еще и тренируешь, занимаешься там с детьми. Да. Немножечко, вот вкратце расскажи об этом. Тут идет основная база техники, комплекс блоков и ударов, так называемое формализованное упражнение, это ката. То есть это в четкой последовательности, с четким ритмом идет комплекс блоков и ударов. Привет! Как дела? Хорошо, молодец. Тоже будешь заниматься? У меня где-то есть кем-оно для тебя. Ич! Стоим, здесь пауза длинная, стоим, не расслабились. Ни! Сам! Си! Гоу! Пара карате – уникальный вид спорта. Вот именно вид спорта для особых людей – это такая глубокая физическая нагрузка. Именно на глубокие мышцы, которые очень сложно достать при помощи других упражнений. Когда Сергей показал свои ката первый раз мне, я поняла, что вот, это именно то, что нужно. Потому что здесь соединение и душевного, духовного качества, да? И, конечно, безусловно, такие очень грамотные и правильные физические упражнения, которые показаны для наших детей. Поехали! Когда-то я думал, что люди на колясках абсолютно безобидные люди. Они опасны. Сам я уже занимаюсь более пяти лет этого пути, когда мы разрабатывали систему самообороны для людей на колясках, которые получили травму. Вот, вот, самых-самых невероятных, там, хулиганских, бандитских, там, ударов руками, ногами и так далее. Но в этот момент произошло зарождение, тогда это было слово адаптивное карате, ну и сейчас оно приветствуется и рассматривается. И потом появилось новое слово пара-карате. Это когда паралимпийский комитет международный дал свое согласие на использование приставку пара, потому что они отвечают за эту зону. И тогда появилась пара-карате. Занимаясь полностью и погружаясь в мир пара-карате, тренируясь и выступая на соревнованиях, и проводили мы соревнования, необходима была более точная классификация детей. И к Татьяне Тимофеевне пришел за помощью и советом, чтобы можно было на базе этого центра полностью составить классификацию для детей с ДЦП. Поэтому, когда она услышала и сказала, я тебе не просто помогу, а ты должен быть завтра уже на работе. С Сережей Семакином мы познакомились случайно. Но, как вы знаете, ничего случайного в этом мире нет. И когда мы впервые встретились, он меня удивил своей необыкновенной энергетикой, которая просто лилась из него. И я подумала, слушай, вот это именно тот человек, который нужен твоим детям. И сделала ему предложение, от которого он, безусловно, не мог отказаться. Он пришел к нам в центр и стал работать тренером. Тренером для самых тяжелых детишек, которые проходят здесь реабилитацию в нашем центре. Честно говоря, я переживала, как это произойдет. Все-таки детки особые, родители непростые. Но Сергей с уникальным даром педагога и прекрасного отца абсолютно справился с этой, казалось бы, невероятной задачей. Разве это не чудо? Сочи! 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 Методики занятия с детьми не существуют. То есть документов никаких не разработано. Методических пособий не существует. И этот весь процесс мы выстраивали по ниточке, по капельке и собирали это все вот в единую программу. Нужна индивидуальная диагностика ребенка, подход. И загружать по, согласно диагнозам, ребенка в том или ином направлении. Здесь детки до обеда, это пациенты, которые находятся на реабилитации. Они приходят и мы занимаемся коррекцией движения рук, ног, растяжками. И дается основы каратэ. И дети начинают хотя бы просто счет вести до 10 на японском. Там какие-то блоки удары, какая-то техника. Но что она это дает для них? Это дает, что не существует для ребенка ни правой, ни левой стороны. Они уходят. Они начинают выправляться. То есть их полностью идет коррекция. Правильно начинают ходить. Многие дети, которые начали ходить на занятия, они пошли. То есть до этого они не ходили. Когда мы только начали занятия с Сережей, родители отнеслись немножко с осторожностью. Но сейчас, мне кажется, Сергей настоящий герой для них. Это самый важный человек в каждой семье из тех детишек, которыми он занимается. Сергей сказал. И это слово самое важное в этой семье. Вот Саша, пример. Саша, который первым пришел сегодня на занятия. То есть по его диагнозу врачи рекомендуют не делать ничего. Это мышечная дистрофия. И чем больше он делает нагрузку, тем быстрее атрофируются мышцы. То есть это страшный диагноз. Но при этом он у нас пошел, встал самостоятельно, начал делать первые шаги. Если он ручку отрывал вот только-только, вот так вот чуть-чуть, то сейчас уже руку поднимает. Обманываем его полностью организм и включаем его другие мышцы. За счет других мышц, за техники. И эта вся техника в карате, она как раз и помогает. Равновесие. Рука вперед, рука назад. Это баланс банальный. А они при этом ходят. Правая ножка, левая ножка. Разницы никакой. И они понимают, что это есть и правильное движение. Тяжелой формы ДЦП. Через полтора месяца тоже пошел у нас на занятиях. Он понял, что можно держать баланс за счет рук. И все. Хотя он полностью не ходил и там не шагал. А сейчас татами может самостоятельно пройти уже. То есть таких много случаев здесь. Но это работа специалистов здесь. Это я не могу сказать, что я один это делаю. Когда это в комплексе, когда он проходит здесь массажи, физиотерапию, процедуры. И попадает еще ко мне, то этот результат мгновенно. А самый большой результат, когда мама или папа, или дедушка, бабушка включаются в работу вместе. Выполняют те технические задания, которые я им даю. И все. И поэтому вырастает результат космический за очень короткое время. Потому что дети это пластилин, который моментально исправляется. Ни! Стань! Сергей, расскажи, пожалуйста, немножко про вот этот тренажер. Откуда он вообще взялся? Потому что я такого действительно никогда не видел с такими вот подставками под спину. Сколько я посещал спортивных залов. Ну вот такое я впервые вижу. Откуда он взялся? Ну это дипломная работа. Когда учился в институте. Ну может продемонстрируешь что-нибудь? Как он вообще работает? Ну и конечно же расскажешь. Если ты говоришь, что это дипломная работа. Да, вот я подъехал абсолютно на коляске. Мне ничего не мешает. Никаких подъездов, ничего нет. То есть здесь поставил тормоза. Вот я спиной упираюсь уже для этого чуть выше. Возможно выше меня. Возможно метр девяносто это не крайняя точка. Поэтому чуть-чуть выше. Ну еще потом увидим. Потому что ты сам попробуешь на нем что-то сделать. То есть он универсален для всех. То есть я выполняю комплекс разведения рук, меняя углы. То есть я захватываю столько мышц, что не каждый тренажер даст такую возможность. В основном только сведение. А перед собой-то я тоже хочу сделать. То есть это другие уже мышцы работают. А тут меняется и все подстраивается. Здесь не отходя я могу заниматься руками. То есть это бицепс. Вот так еще сложнее. То есть это крутится, вертится тоже. И углы все меняются. То есть это... Вот эта часть объединяет, наверное, 10-15 тренажеров в себя. Попробуй. Ты встань. Проверить в чем универсальность его. Встань спиной и пойми, что тебе это удобно. На самом деле на таком тренажере я занимаюсь впервые, потому что такие вот тренажеры, которые я видел в спортивных залах, просто стоишь без того, чтобы ты мог облокатиться назад. Вот убираем лишнюю нагрузку с твоей спины и даем точечную нагрузку на твои мышцы. Вот сейчас работают плечевой, грудные мышцы полностью. Ну, предплечье, так как идет нагрузка. И ты меняешь угол тоже, поменяй это простое разведение. На самом деле очень удобно, когда спина освобождается. Потому что нагрузка идет на спину, приравненная там 100-200 килограммам. А тут твоя спина не работает, что является правильным использованием силового ресурса. Можно попробовать снизу. Абсолютно удобно, спокойно можно взять и отработать те упражнения, которые я показал. Частота выполнения любого упражнения заключается в наименьшем использовании дополнительных мышц того или иного уровня. То есть, если ты работаешь над бицепсом, я должен выключить у тебя по максимуму трицепс, плечо, грудь. Ты будешь именно работать над той мышцей, которая необходима. Поэтому здесь вот так вот мелочь. Ну, это круто. Сереж, у тебя вот здесь вот совсем другое место, да? Ну, здесь понятно. А здесь, покажи, пожалуйста, как это у тебя работает. Все для удобства. О, да тут целая паркурка. Да-да-да. То есть, все вроде бы неказисто, как бы не дает. Но эффект какой? Вот ремень. Я полностью себя пристегнул для того, чтобы меня не поднимало. И могу выполнять тягу. Тягу за голову, тягу вперед, впереди себя. То есть, это все. Если поставить более большие веса, чтобы меня не отрывало. Другой момент одновременно. Пресс наклоны. То есть, такого тоже не существует. Ну, это очень важно, да? Для людей на колясках качать пресс. Потому что надо запускать там, где травма. Чем больше будешь заниматься, тем чувствительность. И больше-больше будет опускаться. И будет гораздо веселее жить на этой земле. Можешь там попробовать и увидеть, что тебе тоже здесь абсолютно удобно это делать. Сейчас попробуем. Этот комплекс делает так, что все остальные тренажеры в зале не нужны. Кроме штанги и гантелей. Сколько времени ушло на то, чтобы вот разработать... Полгода. Вот такую штуку. Полгода? Полгода, да. Это прям такой бы мозговой штурм. Да, да. Причем двух сильнейших таких специалистов. То есть, я работал и вот сам производитель, директор компании, который неравнодушный человек в этом. И он полностью рассказывал, подсказывал, мы что-то делали. И многие-многие элементы, это его достижения, где развороты, поворотные платформы. Потому что он очень сильный специалист. И вот родилось такое дело. Ну, а пробовали, я так понимаю, все на тебе. Все. На тебе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что такое пул? Вот тебе простая задача. Есть у тебя биток, ставишь его куда угодно. Как тебе удобнее? Задача забить один шар, потом второй шар. Сразу? В одну лузу? В одну лузу, но ты сразу их не забьешь. Два, ты должен в последовательности. Вот, забивай. Какой ты выберешь? Сначала красный или оранжевый? Я думаю, что оранжевый. Все, забивай оранжевый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь красный забей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот, судя по этой картинке, я тебе могу сказать, что ты в пул не играл. Вот я тебе сейчас покажу, как играет в пул. Вот данная позиция и с чего начинается. То есть, самая основная задача – это контроль белого битка. Вот куда мне надо, туда я его и вставлю. Помимо задачи забить, я контролирую белый шар. Что в дальнейшем помогает мне на русском милиаре. Вот смотри. Я ставлю. И используя винты, я буду шар на эту позицию ставить. Возвращай. Понял, да? То есть, он у меня приходит туда, чуть-чуть перед, вот в эту позицию. Для чего? Мне не надо туда бежать, в дальний угол. Я встану на вторую позицию и спокойненько забью. И я белый шар контролирую. Есть разные задачи. Вот, например, стоит прямой удар. То есть, я могу белый шар после ударения продолжить прямо и забить его. Я могу белый шар откатить на себя, назад, наоборот вернуть. И могу вправо, влево, в зависимости, куда мне надо его ставить. Хорошо. Такой вопрос. Если ты бьешь белый шар, ты подкручиваешь белый шар. Я правильно понимаю? Да, да. Но когда ты подкручиваешь белый шар, автоматом подкручивается и розовый. Там есть такие моменты, когда ты винты используешь, они тоже имеют изменение траектории. Это тоже ты должен анализировать и добавлять на ударе. То есть, это сложная задача. Вот, вот, задача. Шар после ударения покатился прямо. Вот он покатился. В русском бильярде можно использовать этот момент и забить сразу два шара. Я просто сам иногда хожу играть в бильярд. Ну, я любительский. Немножко о нем, может, поговорим. Расскажи, насколько часто занимаешься, выезжаешь на соревнования какие-то, тоже проходят. Потому что, ну, для меня эта тема интересна. Я сам бы с удовольствием присутствовал даже на таких соревнованиях. Да, я думаю, мы пригласим тебя обязательно на такие соревнования, которые будут вот в рамках там всероссийского бильярдного турнира. Потому что именно твоя категория, она существует. То есть, выведено две категории. То есть, нарушение порно-двигательной системы и колясочники отдельно. Потому что все-таки разные. Хотя я, например, участвую иногда в соревнованиях со всеми в одной категории. Потому что мало приезжает ребят на колясках выступать, например, в Москве. Я с дедушками такими профессионалами бьюсь. Достойный отпор даешь. Нереально. Ну, первое место забрал последний раз на таких крупных соревнованиях. Я не знаю. У тебя бывает такое, чтобы не было не первое место? Ну, конечно, есть. Есть вот, я сейчас с Хабаровска вернулся в августе месяце. Съездил на крупнейший турнир, где было нереальное количество, порядка 70 человек участников. Была такая сильная, жесткая, длительная борьба. Я вышел в финал за первое и второе место. Ну, и на последних уже таких силы закончились. Я занял второе место. Ну, два вторых места. Это русский бильярд, свободная пирамида и пул. Аккуратность удара и дает свое положительные плюсы в русском бильярде. Вот вторая задача. Вью под низ шара. Смотри, что происходит. Могу тоже забить. Вот она позиция центральной лузы. Я закатываю себе белый шар с этой стороны. Один туда, один сюда. А вот эта точность на русском потом дает тебе всю игру. 7-8 шаровский. То есть ты советуешь для профилактики играть все-таки в пул? Да, да. Ну, они друг друга не мешают, а наоборот, дополняют и улучшают качество игры. Например, когда мое начиналось бильярдное движение, направление этого, то есть раскрытие, я занимался только русским бильярдным. Я не понимал, что такое пул, да, там большая луза, там вообще такое. Оказалось, что это гораздо сложнее. И оно очень помогает в русском бильярде. То есть почему? Потому что бильярдный стол пуловский. Это 3, 4, 5, 6, 8 шагов вперед. Ты должен осознавать, как ты будешь играть. Если в русском ты на 1-2 позиции идешь, то в пули ты идешь дальше. И поэтому, несмотря на то, что маленький шар, он тоже легкий. И малейшие отклонения, сотые, тысячные миллиметра, шар уже идет не туда, куда ты хотел. Вот, наверное, меня больше вот это нервирует, что они очень маленькие шары. Хотя лузы большие. Казалось бы, бам, все, она там нет. Когда начинаешь такое ощущение, как будто сейчас один раз дашь, они все разлетелись по лузу. Вот, не повешешь шара. Так, контролируя шар, запрятать его так, чтобы соперник не смог нанести удар. Или ему было так неудобно, что просто он не допустит фол. Вот это лучшая задача, чем забить шар просто. Через знакомых, через таких сильных бильярдистов нашел вот стол. Стол, который сам отреставрировал, сам перетянул. Все, разобрал его до косточки и поменял всю бортовую резину, выставил все углы, все собрал. И на нем я тренируюсь. То есть стремишься вперед, ты делаешь постоянно, не сидишь на месте. Это в тебе вложено? Или это как-то к тебе пришло? Вот как вот с тобой вообще вот такое вот произошло? Или это может с детства такое было у тебя? Как только глаза открыл, уже куда-то бежал, уже куда-то двигался. Как говорится, слава Богу, что мы остались целы. Да. Целая осталась голова. Да. Вот она нас и тянет вперед. В дальнейшем понял, что как бы Бог оставил на земле для того, чтобы кого-то других тянул за собой, кому-то показывал, рассказывал и уже не принадлежал себе. То есть этим всем движением зарождаешь новые звезды. В принципе, многие сборные команды по разным видам спорта. Мне приятно видеть ребят, которые пришли и были совсем никакие. Я их видел, когда только-только они травму получили. Я с ними разговаривал. Они сейчас в сборных командах России. Я никогда не сомневался, что человек в эдвалидной коляске может играть на бильярде. Но пара карате удивила даже меня. Своей жизнью Сергей доказывает, что никакие ограничения не могут вам помешать. А вы еще в этом сомневаетесь? Продолжение следует...